Новость о страшном случае, который произошёл с его другом Веретельниковым, Георгия Константиновича Патрина оглушила. Последний раз они виделись две недели назад, 9 мая. День Победы, святой для обоих праздник, оба ветерана встречали вместе со всем селом у памятника, павшим в годы войны односельчанам. Во время Великой Отечественной из Казаново ушли на фронт около ста человек. Вернулись только половина. Сегодня в живых их уже двое. 21 мая могло не стать ещё одного. Крепкий по здешним деревенским меркам дом ветерана Павла Васильевича Веретельникова на улице Набережная выделяется на фоне многих других. Новый забор 87-летний житель села Казаново справил на свою ветеранскую пенсию совсем недавно. Может быть именно он и привлёк внимание годившегося во внуки старику 35-летнего Павла Пляскина. В селе он появился меньше года назад после очередного пребывания в местах лишения свободы. Его общий срок в заключении за различные кражи 18 лет. Неоднократно был судим. В 2006 году освободился из мест лишения свободы. В 2011 году был привлечён к условной мере наказания. Также неоднократно привлекался к административной ответственности. Доставлялся в дежурную часть. Помещался в комнату для задержания по административным правонарушениям на сутки. За нахождение общественных местах в состоянии алкогольного мнения. В небольшую комнату ветерана ранним утром Пляскин попал через кухонное окно, которое он разбил. Потом стал требовать деньги. Старый солдат отказал. Завязалась драка. Ветеран ударил нападавшего в живот ножом, сам получив при этом ножевое ранение груди и побои. Убив грабителя, Павел Васильевич Веретельников смог сам добраться до соседнего дома, где живёт его сын. Утром, в шестом часу, святать только начало. Отец забегает. Так держится. В кровище весь. Я бы сразу на 02 и позвонил в отдел. Сегодня ветеран после операции на лёгком находится в районной больнице. Ни следователей, ни журналистов к Павлу Васильевичу врачи не пускают. Лечат не только тело. С пожилым человеком работает и психолог. Для него это шок. Ну и для любого человека, конечно, это будет шоком состоянии. И потом у него, не забывайте, что у него возраст 80 лет. Конечно, это не прошло бесследно. Многие жители села Казаново в больницу к Павлу Веретельникову приходят не только с продуктами, но и со словами поддержки. Вчера уже оказали помощь за продукты, одежду ему везли. То есть за ветераном смотрим, ухаживаем. Главное, деда жалко. Вообще такой человек. Он всю жизнь стараться, всё что-то делает. Всё, хоть и здесь с палочкой, где утрами встаю, дочь в школу провожает, пол 8-го, я встаю, выхожу, ставлю, не открываю. Он уже идёт через дорогу с ведёрочком помахивает, поздороваться, рукой махнёт. А тут вот надо же, такого даже бы не понял. Георгий Константинович Патрин тоже навестит своего друга. Ведь поддержка боевого товарища так необходима во времена, когда рядом с сельским мемориалом устроен импровизированный мини-рынок. А поколение внуков лезет в дом к ветеранам за деньгами и медалями. Вот в чём и дело, что приходится мирное время, хоть залаживайся, хоть всё делай. А чё, как залаживаться? Но дети звонят. Папа, заложись. Правильно он поступил. Я бы тоже на его месте так же и сделал. Наталья Собинникова, Виталий Литвинцев из села Казаново, Шилкинского района. Спасибо. Спасибо.